Я был приглашен за сакцию Александра Ивановича, это ведущий артеолог, который делал раскопки в 79-80-82 году. К сожалению, он сам не смог приехать, но он прислал нам свой доклад, который я сейчас просто зачитаю с интернета. Называется «Каменные насыпи и культовые камни Карельского перешейка. Малоисследованные и загадочные памятники истории культуры древнего населения Северо-Запада России». Всем слышно? Все нормально? Разнообразные по размерам каменные и каменно-земляные конструкции являются ведущей формой погребального сооружения Финляндии и Эстонии от древнейших времен. Они также известны на севере Северо-Западе России, на пространстве от Кольского полуострова и Карелии, включая острова Белого моря, до Карельского перешейка. У нас в их выявлении и изучении до настоящего времени носят эпизодический характер. На ближайшей к нам территории Юго-Восточной Финляндии, на побережье в районе Кюмен-Лак-Со, известны десятки каменных насыпей, которые по форме можно отнести ко времени эпохи Бронзы до Железного века. Согласно полученным данным, ворфологическое развитие могильников этой части Финского побережья значительно отличалось от Западной Финляндии. Традиция возведения каменных насыпей на побережье Кюмен-Лак-Со продолжалась от эпохи Бронзы до конца доисторического периода, эпохи Викингов. Похожая картина складывается на материале последних исследований и на Карельском перешейке. Подобное сооружение выявлено нами на северо-западном Приладожье. На вершине прибрежной возвышенности ныне существуют деревья Купола, на противоположном от поселка Курки-Йоки берегу залива. Ниже послужно обнаружено поселение эпохи Неолита, эпохи раннего металла и могильник XI-XV веков. К типу могильников с погребениями под каменно-земляной насыпью относится также могильник на острове Мощный в российской части Финского залива. Финское название Лавансари. На нем финским археологам было исследование три насыпи с безинвентарными трупосажениями, датируемые старшим римским железным веком. Раскопанная нами в 1999 году насыпь с наружным каменным венцом датируется VI веком. Также нами на склоне песчаной дюны найдено еще одно скопление из четырех каменных куч, раскопки которых не проводились. К этому типу могильников относится помимо более раннего могильника на острове Мощный, также могильник VI века на острове Риккало у города Сартовало. В 2015 году на острове Большой Тютерс, Тютя-Саари, вблизи места находился серебряный скандинавский пибулы VI века с зооморсным орнаментом, имброзовым ременным накладок и пряжки. Декорированы головами людей и животных. Выявлена низкая каменно-земляная насыпь, по внешнему виду относящихся к типичным погребальным насыпам эпохи переселения народа. На территории Карельского перешейка в центральной части деревни Лапенлахте, Ольховка, на берегу озера Смодольска в 1921 году было исследование трубок сожжения. Вот каменно-земляной насыпь в Большим, так называемый, влажный центральный панель. Перпендарю в хребете датируется временем около 800 года. В этой части деревни исследователи археологов и разбросанных местами жителями каменных кучек находили топоры, наконечники копии, фибулы, обломки металлических предметов, котлов, керамики, шлаки, кости животных. Эти находки свидетельствуют, что в этой части Карельского перешейка традиция возведения каменных насыпей продолжалась вплоть до XII века, фибулы типа F2, то есть непосредственно до появления карельских грунтовых могильников XII-XIV века, исследовав в том числе и в этой деревне, и одновременно и в сельских поселениях. В 1979 году во время разведочных работ западной части деревни Ольховка на вершине высокого хорма Коренного озера Сукодольского нами обнаружена группа каменно-земляных насыпей, в центре которой находился большой культовый жертвенный камень с чешевидными выемками номер 16. Вот мы к нему скоро пройдем. На обращенном к озеру северо-восточном склоне холма на дне небольшого овраба находится источник воды, который сейчас, к сожалению, снесли. Группа состоит из 78 насыпей, большая часть которых в диаметре 3-5 метров, поскольку стоит 30-50 сантиметров. Насыпи в восточной части скопления большие по размерам, часть из них имеет овальную форму, достигая высоту 1 метр. В ряде случаев в центре насыпи имеется большой камень. В 1979 и 1980 годах приорзерским археологическим отрядом ЛОИААН СССР начальник САКС Александр Иванович были раскопаны 5 насыпей в восточном части группы. Исследована в 1979 куча номер 1 была в диаметре 5 на 3 метров. Высота ее составила 30 сантиметров. Насыпь была сооружена между двумя большими камнями. Камни насыпи имели следы обжига. Особенно заметны в центральной части, где и были сделаны находки. 5 фрагментов круговой керамики и бронзовая накладка с заклепками. В 1980 году исследованы 3 насыпи. 2, 3, 4. Я покажу потом карту. Кстати, Альберт, может достать? Серьезно. Карта. Насыпь 2 находилась в 15 метрах к юго-востоку. Сейчас, одну очку. Или потом я вам покажу сразу же все эти насыпи. Ну или можно, наверное, потом. Ну ладно, потом. Так, в этом случае, значит, насыпь 2 находилась в 15 метрах к юго-востоку от раскопанной в 1979 году каменной кучей и в 25 метров к западу от культового камня. Диаметром ее составляет 5 метров, высота 0,53 метра. В этом случае более мелкие камни были сложены поверх и между более крупных, верхние части которых, как и центральный валун, видны на поверхности. Камни насыпи на всю толщину до основания были обожжены. Среди них в черной земле найдено большое количество керамики, в том числе и из беложгущей глины. Эта керамика принадлежит к типу, который был одним из преобладающих в культурных слоях 14 века в крепости Карелы. Такая же керамика встречена в средневековых поселениях в деревне Ольховка и других на Карельском перешейке. Кроме керамики, в насыпи найдены шарообразный кусок кварца, кости животных и зубы коровы. По углю из насыпи она датируется временем 1275 плюс 10 лет нашей эры. Насыпь 3 находилась в 9 метрах к северо-западу от первой и в 35 метрах от жертвенного камня к северо-западу. Длина насыпи по линии юго-восток с северо-запад составляла 6,5 метров, ширина 4 метра и высота 35 сантиметров. В этом случае более мелкие камни были сложены между крупными, из которых большая часть относилась кольцевой и наружной обкладке. По камням скрылось углисто-зольное пятно, которое, ширяясь на основании насыпи, заполнило область диаметром 2 метра. В этом пятне найдена круговая керамика и подковообразная фибула святой дугой без иглы грубой работы, вероятно продукция местного кузнеца. На границе насыпи материкового песка найдена глазчатая бусина эпохи конца викингов, начало эпохи крестовых панкуходов, это XI-XII века. На основании насыпи в ее северо-западной части расчищена каменная вымазка размером 0,8-0,5 метров, рядом с которой найдены фрагменты керамики из беложгущей глины и бедренная часть коровы. Четвертая из исследованных насыпи находилась в северо-западной части скопления ближе к началу склона берегового уступа. Диаметр насыпи превышал 5 метров. Высота со стороны склона достигала 1,35 метров. С противоположной стороны 0,3 метра. То есть 1,35 метра. С противоположной стороны 30 сантиметров. В насыпи, в большой мере с ее южной стороны, наблюдался мощный слой черной земли с углями и золой, в которой найдена такая же керамика, как и в остальных исследованных насыпях, а также глиняная обмазка, кости животных и зубы коровы. С северной стороны к насыпи примыкала меньшая каменно-земляная насыпь диаметром 2 метра. Между этими насыпями и отчасти под ними выявлены два очага из камней и темная земля. Слой темной земли продолжался к северу и западу от насыпей. В нем зафиксирована каменная вымазка, границы которой выходят за рамки раскопанной площадки. Вымазка не разбиралась ввиду возможности продолжения раскопок. По-видимому, речь в данном случае может идти о средневековом поселении, предшествующем сооружении каменной насыпи. Следует отметить, что керамика из исследовательства насыпи принадлежит типу, который был одним быстрее обладающим в культурных слоях 14 века крепости Карелла. Такая же керамика встречена на средневековых поселениях Древней Ольховской, в других на Карельском перешейке, а также в карельских бультовых могильниках, что указывает на единый кронологический диапазон этих памятников. С северной стороны жертвенного камня сложена небольшая каменная куча, ограничена большим принесенным со стороны камнем. В самой насыпи найдена средневековая керамика и шарообразный камень-терочник. Подобные кучи из камней зафиксированы с северной стороны из других культовых камней деревни, а также у жертвенных камней из других районов Карельского перешейка. Еще одно скопление каменных насыпей выявлено в 800 метров западнее, над севером обращено к озеру Склоне, возмершем коренного берега. Оно состоялось в десятке насыпей сложных с крупных камней. Расположены были небольшие насыпи в центре скопления, в которых не было находок вещей, и четвертая часть большой насыпи – в северной части группы. В насыпях не зафиксированы следы подвержения огня. Единственное, под большой насыпи на границе камней и материка – гравий, отмечен тонкий слой золотистой почвы, след подзолы или истлевшего дерна, в котором найдена узколезвийная мотыга, относящаясь к историческому времени. Насыпь полностью не раскопана, поскольку в ее центре растет, как зачастую в случае с другими насыпями, великолепная береза. Почвенный слой на этом склоне не превышает 10 сантиметров, поэтому он не мог служить полем. Насыпи, если не предполагать их грибальный или ритуальный характер, могли сложиться при очистке склона подопокос или поля подсеченного земледелия. За время после первой разведки 1978 года на территории деревни Ольхов и ее западной части выявлено также 10 культовых камней с чешевидными выемками, 4 из которых уничтожены в процессе милиативных работ в 1992 году. К настоящему времени группа Вячеслава Мизина в этой зоне выявлено еще 6 камней с выемками и различными знаками. С северной стороны четырех камней, 16, 17, 18, 19, наблюдаются кучи камней. В раскопках у их основания в этих кучах найдена средневековая керамика. На полуострове Большом к югу-западу озеро Муокса во время разведки 1980 года нами выявлено 4 культовых жертвенных камня. Наиболее крупный из них находился примерно в 400 метрах с юга от холма Тонтимяки. В 1987 году у основания камня были произведены раскопки. С северной стороны камня под слоем гумуса была сложена невысокая накаменная куча, ограниченная двух сторон культовыми крупными камнями. В насыпи найдено два фрагмента средневековой керамики. С южной стороны камня была выложена каменная вымазка из мелких камней шириной 0,5 метров, то есть 50 сантиметров, и мощностью 0,7 метров. Шириной 0,5, но имелась, наверное, все-таки глубина, мощностью 0,7 метров. С западной стороны она ограничилась большим камнем. Восточная же ее часть оставалась нераскопанной. На поверхности камней прослежилось зольно-угольное пятно, в пределах которой нашли три фрагмента круговой керамики, два из которых относились к венчикам. По форме они соответствовали сосудам типа четырех взроскопов с крепости Карелла и относились к форме, ставшей преобладающей, начиная со второй половины XIV века. Один фрагмент представлен на керамики из беложгущей глины. Пятый изнаденный в приходе ряйселя жертвенных камней выявлен в деревне Херсенкари хвойная. Приведенные данные со всей очевидностью показывают, что традиция возводить каменно-земляные насыпи в наиболее заселенной за историческое время он в части ездить в течение Волкса продолжилась и после смены погребального обряда на христианский, но уже в ином функциональном использовании. Они, как и могильники предшествующей времени, служили привычными по форме местами отправления культа, но в этом случае уже связаны с плодородием и жизнеоспечением в целом, жизнеобеспечением в целом. Разделение этой ранее единой по форме функции могильных линий произошло, видимо, в XII веке, когда возникли постоянные поселения, володворные деревни с привязанными к ним постоянными полями, то есть совершенно новая система расселения и форма хозяйства с опорой на земледелие и жирноводство. За могильниками осталась устрая и конкретная функция, место в совершении погребения уклонения умершим. С просьбами хорошего урожая, удачи в рыбной ловле, здоровья для скота и благополучия для членов сельской общины ходили уже на специально выделенное место, как правило, на высоком холме у деревни. Сам такой выбор места также наводится на параллели с выбором места для могильников. Это была руща с жертвенными камнями и насыпами из камней, поклонялись древесам и каменьям. Эта новая функция была облачена в старые формы могильных сооружений. По месту расположения на вершинах холмов, пригорках и на склонах, в форме и конструкции каменные или каменоземляные насыпи с кольцом из камней или центральным большим глазным камнем. Они очень напоминают могильники столь лишь разницы, что не содержат захоронений. Интересно, что как в случаях с жертвенными камнями-чашечниками значительная часть каменных или каменоземляных насыпей была сооружена, если не вокруг большого камня, то с его северной стороны. Подобное скопление каменных куч, помимо деревни Ольховки, выявлено нами в полуострове Большой Героев, где имеет карельский грунтовый могильник 12-15 веков. Средневековое селище и жертвенные камни, а также у деревень Хвойная, Горы и Свободные. Все эти пункты расположены по течению Вокса, в местах, где находятся свидетельства древнего поселения в виде селищ и отдельных находок вещей. Традиция возводить каменные жертвенные кучи сохранялась на Карельском перешейке вплоть до Нового времени. На озере Гусиной в западной части перешейки нами выявлено скопление каменных насыпей, содержавшихся поливную керамику и отдельные куски кварца. Их отличительная черта – наличие небольших кучек язычков из более мелких камней по краям насыпи, ориентированных по краям света. Факты поклонения жертвенным камням на Карельском перешейке в Финляндии зафиксированы этнографией еще в XIX веке. Изложенное выше дает возможность понять и представить, насколько даже в начальной стадии изучения этих памятников важно и интересно в плане исследования малоизученных аспектов материальной и духовной жизни древнего населения северно- и северо-западных районов России и их сохранения и дальнейшее изучение. Археологический комплекс деревни Ольховка на южном берегу озера Хусухадольского со святилищем в этом отношении является до последнего времени уникальным как по сохранности всех его составных элементов, так и как полигод для всестороннего и углубленного исследования древнего населения северо-западных районов нашего Отечества. Опыт работы нашей работы и результаты исследований финских археологов в центральной и восточной части деревни Ольховка, финской Лапенлагки, показывает, что на холмах по всей линии старого коренного берега озера Суходольское финское название Суванта могли существовать и в средние века небольшие селища и могильники Кареллы, из которых только часть выявленной исследований археологами. Основанием этого служили плодородные почвы, богатые рыбой озера и протекавшие в лощинах между холмами ручьи, воду из которых можно было использовать как в чистом, в том числе и для домашних животных. Таким образом, вся береговая линия деревни представляет собой своего рода уникальный археологический заповедник с памятниками конца 8-11 веков могильники и 12-14 веков могильники, селища, культовые объекты всех видов от могильников до поселений с единым общим культовым центром. Регулярно выявляемы до настоящего группы энтузиастов новые культовые камни, находки отдельных древних вещей, керамики в местах проведения ДНТ-сосно, масштабных землянных работ в зоне расположения памятника археологии, убедительно свидетельствует о том, насколько много неизвестных еще памятников археологии и культуры скрыты в зоне проведения земляных работ. Дальнейшее разрушение памятников чревато уничтожением всего этого без преувеличения уникального для всего северо-запада России памятника истории культуры или подописной Карелы. Следует добавить, что и в Восточной Финляндии, где проживала родственная Карелия или Плевия, Саво, также неизвестны такого рода культовые памятники свящелища, также неизвестны такого рода культовые памятники святилища. Сохранение культово-исторического наследия всех населявших территорию нашего Отечества народов является приоритетной государственной задачей. А для северо-западных областей Новгородской земли это еще не только свидетельство монгационального характера ее населения, но и история ныне населяющих Ленинградскую область и Карелов, Карелов, Вепсов и Ижоры. Особенно хочу отметить, что культовые памятники деревни Ольховка, составляющие ее особый культурно-исторический ландшафт, необходимо сохранить и демонстрировать как часть истории Карел и всей древней Новгородской земли. Всякие попытки исследовать археологически полностью эту территорию для освобождения места под новое строительство следует исключить. Необходимо привлечь все усилия для пресечения такого рода деятельности в Ольховке в линию и выявить условия и причины, сделавшие такое возможным. Особенно отвечу безвозвратную потерю сложившейся веками части исторического ландшафта, той малой родины, которая радовала не одно поколение жителей деревни и многочисленных бывших здесь людей из других областей и земель. И все это на потребу небольших групп подельных граждан, посчитавших, что имеют право партизировать это общее достоление и имеющие для этого все необходимые ресурсы. Спасибо, Александр Иванович Саксов. Замечательно, спасибо. Если есть желание, я готова ему позвонить сейчас, ну и вы можете выразить ему свою обратную связь. Как насчет этого? Да, давайте, позвоним. Он сказал, что он будет дома. Конечно, очень жаль, что не сам он выступал. Здесь еще маленькая ремарка, дополнение. Данное скопление камней-чашечников – это крупнейшее музей в Розападе. Просто больше такого нигде нет. Такая вещь, она просто уникальна. Уникальное место именно по концентрации камней-чашечников. Именно святилище. Здравствуйте. Да, да, Татьяна, здравствуйте. Как вы там? Все хорошо. Мы здесь сейчас на слете, зачитала ваш доклад. Да. Все спасибо, Мария. Спасибо большое. Спасибо. Молодец, Александр Иванович. Здорово. Познавательно, интересно. Погода хорошая у вас, Аэро. Там все хорошо прошло, да? Да. Все хорошо. Все хорошо. Все в разгаре, да. Все только начинается. Все только начинается. С вашего доклада все начиналось. Ну, хорошо. Здорово. Я всем рад. Спасибо. Спасибо вам большое. Здравливаете. Да. Здравливаете, да. Спасибо большое. Тогда на связи, хорошо? Здорово. Да, на связи тоже хорошо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Будем считать, что Александр Иванович с нами. Да, вот она карта. Это карта, которая была составлена Александром Ивановичем. Это в его книге. Там в книге вот такая толстенная книга. Как книга называется? Напишу в интернете. Ну, ладно. Слушайте, сейчас боюсь не точно сказать. Там у нее толстенная книжка. А вот, ну, сейчас, держи. А вот это вот наша переписка. Вот это вот все, наши ответы, наша переписка с властями, с местными. Которые то не едут ни в ту ольховку, то еще куда-то. Ну, в общем. Я думаю, что еще 2-3 таких книжки можно спокойно приложить от других. А вкратце ответы какие положительные? Вкратце? Вкратце здесь ничего не ведется, ничего не производилось. Время тем. Это выезжают проверки. Никих работ здесь не производятся. Ничего не объявляют. Остановили, да? Либо, говорят, все дамы, конечно, за сохранение. Всех работы прекратить, ничего здесь не ведется, все только за сохранение. Ну, по факту мы сейчас все увидим.